вот мой край сравнивайте это будет материал интересен тем что у вас будет возможность сравнивать вот это вот юг когда-то назывался юг Арсенского края сейчас это республика Хакасия здесь отсюда 20 километров сайно-шушенская ГЭС это глухая тайга это обычная деревенская обычная деревня не маленькая называется Сизая слева кусочек этой деревни под названием хутор красный хутор там я и располагаюсь вот теперь прикидывайте можно здесь вырастить лучший сад в россии по качеству плодов а вы скажете не может быть какой там лучший сад ладно заглянем на минуточку мои слушатели а их три раза четыре раза меньше чем слушатели супер садовники видите я специально нашел этот канал супер садовник здесь четыре раза больше народу вот и хорошо а мои а давайте заглянем на мой сайт вот вот это фотогалерея этого не может быть никогда вот ущипните себя и вы окажетесь воронят в этом саду вот тем не менее по теории вероятности может быть вам это и не снится может быть вам это и не снится будем надеяться что то что удалось совершить это научный подвиг это подвижническая работа это около 40 лет без выходных без отпусков без санаториев без ничего ни одного выходного дня за все это время вот даже ночами мне все это снилось а потом получалось притворила жизнь вот пока будем считать что вам это снесет но постепенно будем к этому подходить и так вот так выглядят мои края дикие невозможные давайте ищем альтернативу что это такое эту фотографию я взял из интернета да мне говорили даже предлагал супер садовник следующее давайте по давайте по сезонному допустим все следующее давайте летние темы мы берем шире я беру шире это будут темы на все случаи жизни кто сказал что вы не возьмете участок сегодня у меня 7 июня так третий месяц дичайшая весенние засухи вот одновременно дичайшая невероятная засуха таких не было в 40 лет что я тут и в то же время в это же время созревает уникальный рекордный урожай абрикосов вот такие вот парадоксы значит можем и кто сказал что это не по сезону а кто-то сегодня сейчас торгуется и хочет взять участок а теперь сравните вот здесь растут деревья хвойные деревья там где они были выведены я пробовал у себя абрикосы и у друзей абрикосы растут ну на деревьянах которые 200-300 лет назад освобождали под пашню или под покосы так бывшая тайга а вот это вот что по сезону это уже не хвойники это уже лиственничая деревья значит и абрикосы могут расти раз растут сосны и яблони и груши могут расти раз растут березы посмотрели и значит в любое время года мы можем купить новый участок но не дай вам боже взять участок здесь вот посмотрите давайте рассуждать так уже ясно что раз здесь растут маки а маки это запрещено растить это где-то красиво фотографии кто-то сделал с путешественником вот посмотрите внимательно идет дождь согласны здесь на этом участке вот по краям там вроде бы как будто лес вот черненько чернеется а посередине ни одного дерева и в то же время их никто не рубил они просто не выросли а вот здесь вот на каждой сотке если разделить все это по соткам огородить и сделать построить дом это самое худшее место под деревья почему они растут они тут миллиарды 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 семян год за годом год за годом все это высыпается с помощью ветра все это вы видели какие интересные семена они же парашюты многие они только поднимется в воздухе переносится за километры за десятки ураганы за сотни километров везде высыпаются и нигде не всходят представлять представляете вот это уже должны знать что можно и Питеру то не можно и Баку вот эти две края вот ну теперь значит я ограничен к сожалению тем что хотя у меня самая передовая в мире технология она полностью отрицает технологию искусственную придуманную людьми усосну из пальца мол деревья неправильные забиранное лето они так не смогли сделать идеальную хрону люди придумали идеальную хрону и сказали давайте мы будем в количестве деревьев за оставшуюся жизнь вот потеряли руки зарабатывали на этих серебряники и понимая что деревья совершенны вот ограничил меня вот так 2017 год меня печатал Киев ну Москва тоже печатала но именно в это время поступила команда ФАС железово не печатать почему настолько моя агротехника отличалась как это можно на дереве что дерево совершенное как это можно допустить чтобы на нем в самом низу росли ветки надо их уничтожить эти ветки надо дерево искалечить но принципиально будем делать выдуманы высунуть пальца выдуманы в всех там больных мозгах хрону вот ладно перешел в Киев не поехал приглашали приглашали проводить семинар начали печатать потом все рухнуло 14 год майда нуля вот эти меня ограничили теперь друзья до то меня делали невероятно меня признали мошенники всех всевозможных мастей я этого еще не знал я этого еще не знал если у меня друг называется вот Виноградов Алексей он покруче компьютер как он умудрился он брал фотографию как-то и находил ее в интернете и оказалось что а фотографии мне не просты они очень красивые вот они занимают первое место во всех рейтингах среди фотографий сделаны по всему миру то есть у меня в Сибири они как минимум не хуже мировых этих фотографий которые мировые линии вот и он мне сделал такую выбор вот каждый такой квадратик смотрите вот везде выйдет моя фотография моя 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 вот итак 106 как это назовем сайтов эти самые питомников которые якобы имеют свои сады но своих фотографий не было никогда видите вот это все обнаружил этого 200 200 плодопитомников которые торгуют это вся россия гигантский лохотрон друзья я должен быть потому что супер садонник для меня это новый канал а я для вас тоже новичок для сертиграта этого канала я должен вас упредить когда-то мы будем подруги я даже вас научу как вот вот красивая фотография на каком-то там сайте выберете нажимаете и это очень важная но у вас скоро 8 и скоро опять покупать продаваться и вы увидите фотографии повторяю сто раз и и моего мы полно таких используются и используются красивое добытое там она может быть в Италии она может быть Молдавии она может быть в Исландии в Сербии а даже сибирские даже северо-российские сайты якобы выращивают такую роскошь а у них их нет вообще нет северских садов вообще нет на севере России к примеру нет персиковых садов нет крупноплодных абрикосских садов а фотографии есть это значит они перекупщики это не значит что я должен именно вот какой-то месяц только это вам показать это круглогодично это все одна тема поэтому идем дальше ну и я просто выбрал одну из красивых фотографий просто красивых там помните было это макровое поле где ничего не росло да вот а вот это как бы символ вот это вот вселенского обмана вселенского лжи вселенского лохотрона видите как же вот такую фонографию вот такую вот допустим вот она ну как же низко вот а все у меня будут такие же а там не написано что это жаленом вот и и когда у них не выросло такое а все он должен выроснуть если сам здесь привезет с той же самой Сербии или Испании ну считайте что он уже мертв вот последние годы они не только они стали замерзать ближайшую зиму они даже не просыпаются в такой дерьмо слюд идем дальше вот результат это символичная порога вот это наша действительность это есть в моей красе года это наверное лучшее место в Сибири для того чтобы можно было даже в промышленных масштабах растить абрикосы, сливые яблони и груши вот даже в промышленных масштабах ну если у меня от пяти до двадцати пяти ветра с деревом абрикосово можно это проверить? а как вы не поверите если я буду показывать ведра ведра ветки в этом году из-за того что у меня супер рожай у меня три огромные ветки две огромные ветки и целое дерево абрикосово рухнуло я вам это еще показывать буду сейчас не прям 7 минуты это все свежее помог ветер но в основном из-за огромного урожая который его невозможно вытарить вот ну и окрестностей красного хутора вот это все не отдается нам и не продается хотя здесь можно растить промышленные сады так устроен мир не смейте не ваши вот и так далее это грустная тема но это отдельная тема в стране зарастает весом а значит навсегда уходит из оборота она называется земля сельхозназначения на ней растут сосны трехметровые, пяти, бывает десяти метровые она все еще земля под названием сельхозназначения горько на этой земле нельзя ее взять нельзя построить туалет святое земля сельхозназначения ее укропили ее убили виноваты синовники которым да все поварован но вот это вот символичная картинка вот вот эта фотография это все таки первое это не то чтобы конкретно как посадить на какую глубину пусть это будет обзорная лекция на этом примере я научу вот это абрикоз Серафим это моя фотография что про центру моя вот я доказательства я потом как-нибудь вам поподробнее когда я найду ее в архиве и там нажму правую мышку и вы увидите паспорт этой фотографии каким фотоаппаратом когда-то когда это было фотографировано все 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 вот то и доказательства будут а мы сейчас ради интереса то что я все таки хотел в следующий раз ну бог с ним вот а кстати вот это все мое смотрите ой нет сейчас не буду сильно долго получается давайте я покажу следующее и так яндекс ввести запрос я им просто беру фото абрикоз серафим вы видели мой серафим? еще раз вернусь не повернусь видели? это мое фото доказательства потом будет искать и ну вот я давайте теперь смотреть а найду ли я его вот все картинки о заметьте абрикоз серафим но он уже не мой внимание оно? оно абрикоз серафим санженс купить в Екатеринбурге то есть в Екатеринбурге кто-то продает неизвестно что из общей кучи достаётся санженс сто процентов что у них этого нет в лучшем случае южные санженсы которые умрут по принципу 10 из 10 кто-то служит столько что купит 100 будет 1000 за 1000 нотых и так далее и так вот яркий пример и что интересно да он держит второе место видели? смотрите вот он держит второе место всегда мои фотографии как бы лидеры показывают ещё мою фотографию смотрите так давайте я ещё найду ещё моя фотография видите опять кто-то я украл моя фотография половина из них выдают линейка это моя фирменная линейка из-за неё разоблачены десятки и сотни сайтов почему такой линейки нет ни у кого видели да ещё хотите поищу смотрю 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 я не буду на это долго делать потому что ещё ещё всё равно найду ещё ещё вот моя фотография это моя гость вот человек из учёного мира видите вот а что здесь написано каталог 70 костик сад 7 без обмана сад 7 это мой сайт вот он мой сайт и абрикос серафим вот моя это гостья ну наконец-то что-то хоть честное попалось смотрим дальше итак мы установили теперь осталось что сделать внимание осталось нажать сюда внимание нажимаю правой мышкой и найти изображение в яндексе давайте посмотрим сколько сайтов украли эту я не стесняюсь говорить украли внимание ага начинаю листать вот так как своих нету а она одна из ближних они говорят так так уважаемые айтишники как он там пожалуйста сделайте нам сайт и подберите самые яркие фотографии вот а этому не наши ну не надо главное чтобы красиво было чтобы людей в голову забросить я листаю вот это все это все это пришлое а это все но не все похожее изображение если вот это одна ее берут увеличивают ее вроде не узнать да внимание здесь еще наверное будем листать внимание это тоже она но замаскирована обратите внимание это тоже моя фотография только и он уже стал абрикос воронежский румяный он уже не железом он уже воронежский румяный чувствуете сколько сколько тут вранья по нам по нам а еще не все а вот это она же посмотрите моя фотография повернули и она же а давайте теперь раз ее развернули найдем в яндексе изображение вот 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 это не получается так найти изображение в яндексе внимание внимание видели еще сколько и теперь вы сам принцип поняли значит это врать не переврать все это мне надо заканчивать я только начал а еще раз говорю ребята это лекция обзорная вот вот этих несколько десятков украли вот эти знаете как ее переименовали ее назвали пирсик сибиряк это моя фотография доказательств пожалуйста хотите кто-то не поверит а вы говорите ваше на самом деле вот там на сайте я видел на чуром сайте пожалуйста спор открытый на ящик самый лучший коньяков я доказываю что это мое вы доказываете что это на том сайте это в их саду сделано вот согласны хороший спор интересный так чтобы все видели результат кто врет и кто у кого это помните выражение вор вора дубинку украл и вот получается что назвав его персик сибиряк как бы дадина понять дадина что этот персик якобы из Сибири он правда из Сибири на самом деле он в дальневосточном называется Хасанский он в Культиверисе с Моросада и пошла по всей России по всей России я не преувеличиваю мои друзья все это растет будет и у вас но назвать его сибиряк это я не догадался я называю как положено Хасанский вот называю его сибиряк этим морочи дадим голову у нас сибиряк значит я куплю а что куплю это неведомо даже продавцы не знают что продают вот помните это не к ночи будет вспомнят не к ночи будет вспомнят не к ночи будет вспомнят этот сайт под названием пекер или а бекер так которые нарисовали саженец персика и называли его абрикосом то есть их уровень врать так так чтобы это покрасивее выбрали а сами никогда в жизни не видели ни абрикоса ни персика но они продавцы перепродают вот поняли да на этом наверное я остановлюсь вот это украли персик мой вот это фотографии я специально подобрал мои самые лучшие фотографии в интернете вот это вот это украли я говорю вам шифер это мой доказательства нужны бахим фотографию маточную а на ней этот же шифер вот так это украли это выдает заколновидное вот это вот вот и это украли и эту и эту вот опять моя линейка линейка отрезает и говорит это наша вот и это украли и эту и эту и эту я говорю это тот же моего сына один из лучших садового России Железов Сергей Валерьевич вот я говорю как доказать выйти его это шорты вот доказательства и рука его и линия жизни на руке тоже его вот и это украли вот вот так вот ну что друзья дальше украли украли вот и это украли черный абрикос и это украли черный перец и это украли академики и это украли шифер это чей соседского дома доказательства другие нужны и это украли персики и эту и эту и эту и эту вишню с Украины привез вот Мальчурский абрикос самые скромные все ну а дальше тема начинается сохранение материнских качеств непривитых а не собственных деревьев все друзья я длинные фильмы не делаю по простой причине потому что люди устают и некогда вот и уже новое поколение так долго смотреть не могут они дети уже газета все заканчиваем значит наверное надо бы сюда как-то подпустить рекламу даже то что увидели уникальные лучшие в России плоды лучшие в России деревья самые качественные в России саженцы настоящий маточный сад в отличие от тех сотен которые набрали фотографии а наши требования показать маточный сад игнорируется и вранье дико сад у нас есть но он не плодоносит а я спрашиваю откуда тогда у вас саженцы берутся как так он не плодоносит поэтому вы не делали фотографии но он есть есть делаем саженцы где плоды плоды где ну и без них то нет плода нет семечки нет кости это 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 как волшебники кролика достают из этого из самого из шляпы но это может любой кролик нет любой фокусик может извлечь из шляпы кролика а вы из кролика шляпу его извлеките попробуйте а вот они могут садов нет а садов все есть вот забрались так что дальше уже некуда отсюда миллиардные потери вот на этом я заканчиваю значит еще раз зализа Валерия Константинович вот наверное еще раз можно показать еще раз можно показать мой-мой-мой-мой-мой мою фотогалерею вот и желаю вам чтоб вас в банку влазило по три абрикоса все друзья и поливать вас научу поняли видите какой символичный подряд подвое вот они мелкие кстати тоже здесь вкусные вырастают пусть они крупные а вот такие хотите иметь плоды научитесь проявлять все заканчиваю заканчиваю все вот до свидания я нажимаю остановить запись по моему на у до 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 Продолжение следует...